Дальше говорит человек, далее поговорим о каких-то шариатских средствах для борьбы с тем, что сейчас проявляются среди детей какие-то противоречия, какие-то недозволенные вещи. Во-первых, говорит родитель должен взрастить какие-то исламские ценности, то есть поставить себе целью взрастить в ребенке исламские ценности правильные. Во-первых, должен выбрать для своего сына имя, которое соответствует мужчинам, то есть мужское достойное имя. Допустим, называют сына Мухаммад, Иса, Иса, Ибрахим, Абдуллах, Абдул-Рахман, Хаммам, Харис. Имена, которые присущи мужчинам. Женщин называют именами, которые присущи им. Асия, Мария, Аиша, Фатима, Хадиджа, Хафса. Да, также из тех вещей, которые делал пророк, он даже детям давал кунью, как допустим Абу кто-то. И тем самым ребенок понимает, что он в будущем будет отец. А девочка понимает, что она в будущем будет матерью. Когда, допустим, был маленький мальчик, он его назвал Абу Умайр, отец Умайра. А Али, допустим, назвал, обратился к ним, сказал Абу Тураб. А Аиша, Радия Аллах, Ум Абдуллах. А Аиша назвал Уму Абдуллах. Вот эти, если так можно сказать, прозвища Абу кто-то или Умму кто-то, она взращивает сразу в ребенке, что в будущем он будет отец, а она будет матерью. Даже касательно игр, есть игры, которые относятся больше к мужчинам или только для мужчин, есть игры только для женщин. То есть, девочка может взять что-то, допустим, и шерсть и так далее, или там что-то такое, и кормить ее, и так далее. Хатя Аллах, هناك Аллах, хасса بالذكور, مثل, مثلا, Аллах, азерак, مثلا. И Аллах, хасса بالإнат, مثل, مثلا, Аллахмар. Даже, говорит, цвета, есть цвета, которые больше касаются мужчин, как, допустим, синий, есть цвета, которые женщин, как красный, допустим. Отец должен брать сына постоянно с собой в мечеть, чтобы он привыкал к этому, или, допустим, с собой, чтобы он видел, как водится машина, вот таким делом. А мама, наоборот, берет с собой все время дочку, чтобы она видела, что надо одеваться, одевать хиджаб перед намазом, или никаб закрывать.